Практически все партии, представленные в парламенте, заявили о нарушениях во время выборов в территориальных громадах. Основные из них подкуп, фальсификация и применение админресурса. Наша съемочная группа сегодня целый день работала в райцентре Березовка, которая в рамках децентрализации объединяется с ближайшими селами. Что удалось зафиксировать? Об этом далее в материале. От объединения в одну громаду в Березовском районе ждут позитивных изменений, особенно сельские жители. Рассчитывают, в одной лодке с городом у них больше шансов на развитие. Сегодня люди выбирали здесь мэра объединенной территориальной громады, а также депутатский корпус. Не только за город думать, а за село тоже надо думать, там тоже люди есть. Чтобы решалось все адекватно и не с обещанием, а реально. Ну как бы стараются. Освещение, остановочки, дороги, все цивильно. Там молодежь подтянутся. Один из фаворитов в мэрской гонке, действующий городской голова Березовки Валерий Григораш. Ссылаясь на слова очевидцев, рассказывает, еще за день до голосования его главный оппонент скупал голоса избирателей. Вербовщики просто ездили по селам, раздавали по 200 гривен и обещали дать столько же уже после голосования. Хочу призвать людей, чтобы они действительно думали за будущее своих детей, а не продали сегодня за кило гречки или за 200 гривен, и потом будем с кого-то что-то требовать. Ну, это неправильно. Наблюдатели утверждают, на одном из участков в селе Викторовка им даже удалось поймать на горячем таких нарушителей. Кандидат в депутаты горсовета выдавала деньги проголосовавшим избирателям. Купюры женщина якобы прятала в туалетную бумагу. Она давала деньги выборцу. Не видно было сколько. Ну, деньги. Сама кандидат все отрицает. У нее своя версия происходящего. Я зашла за туалетной бумагой. Вошла в туалет. Обратно, когда шла, проходила, зустрелась с Ивченко Наташей. И переговорила с ней 2 секунды. Пожалуйста, кто желает продавиться все мои вещи личные? А вот другой пример. Окраина Березовки, район ЖД вокзала. Все предыдущие годы здесь была крайне низкая явка избирателей. Около 30%. Но сегодня более 50%. Наблюдатели считают это свидетельствует о вероятной скупке голосов. И обвиняют в этом мужчину, который весь день дежурил у участка. Это тоже кандидат в депутаты горсовета Александр Момотенко. Грюд, гадый, притом наглым образом. Откуда у меня деньги? Я пенсионер. Теперь в Березовке начинается самый горячий этап выборов. Подсчет голосов, на котором возможны фальсификации. Наблюдатели говорят, здесь многое зависит от того, какую бдительность и принципиальность проявят правоохранители в этом вопросе. Виктор Ткачук, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Продолжение следует.